МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Урал-1 городские новости. Меня зовут Инна Мельникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИЦЕГУБЕРНАТОР ИРИНА ГЕХТ приняла участие в открытом уроке. Отмена техосмотра и уголовная статья для злостных нарушителей. В Госдуме сегодня приняли законы, касающиеся автолюбителей. Межнуральцам теперь не придется проходить техосмотр личного транспорта для получения полиса ОСАГО. Понадобится лишь заявление, паспорт, водительское удостоверение, документы на автомобили и договоры купли-продажи. Изменения не распространяются на такси, автобусы, грузовики и машины старше 4 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Также в третьем чтении принят законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное нарушение ПДД водителями-рецидивистами. До двух лет лишения свободы или штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей грозит автолюбителю, если у него уже есть административный штраф, и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 км в час или за выезд на встречку. Ранее судимые за опасное вождение могут отправиться на три года в колонию или выплатить от 300 до 600 тысяч рублей. Южноуральские парламентарии отправились за мандаринами в преддверии новогодних праздников. В рамках проекта «Народный контроль» они проверили цены на цитрусовые, пообщались с покупателями. Ярко-желтые, оранжевые, крупные и небольшие. Выбор мандаринов в супермаркетах на любой вкус и цвет. А самое главное – вполне приемлемая цена. То есть вот они по цене 99 рублей. Ну, для климатинов это, так скажем, невысокая цена. Это очень высокая цена, как я уже сказал. Ну, я так понимаю, 99 рублей – это не предел. У нас, смотри, есть еще акция за практически 77,89 мандарины. Это прям мандарины, да? Да, это прям мясистый, как вот одним мандарином можно и наесться. Сегодня областные парламентарии в супермаркете с важной миссией. В преддверии праздников проверяют цены на самый важный новогодний продукт. Разочаровываться не приходится. Цитрусовые стоят недорого. Это подтверждают и сами покупатели. Нормальная цена, прекрасная цена, да? Приделы до 100 рублей недорого. Есть он по 90, по 70 рублей. Качество адекватное, потому что я была две недели в Абхазии, назад отдыхали. Ну, там, конечно, мандарины – это мандарины, тонкая корочка. Но и в этом году, и конкретно вот в Челябинске, в сети магазинах, мандарины хорошего качества по сравнению с прошлым годом. Ну, и цена адекватная, проделы в 100 рублей. Чтобы удостовериться в доступности новогоднего продукта, депутаты законодательного собрания проверили сразу несколько челябинских магазинов. И остались довольно увиденным. И, вы знаете, наверное, впервые за год у нас нет претензий к ценообразованию. Примерно во всех магазинах цены одинаковые. Вот в большинстве там от 80 рублей, но здесь вот мы увидели акцию там от 77 рублей за килограмм. Вообще, в принципе, у нас одна из самых низких цен в Уральском федеральном округе на мандарины, ниже только в Курганской области. В преддверии праздника парламентария вместе с активистами в рамках партийного проекта «Народный контроль» еще не раз выйдут в рейды, чтобы проверить цены на продукты к новогоднему столу. Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, Урал-1. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. На трассе М-5 в Чебаркульском районе произошел взрыв на подземном газоводе. В двух километрах от деревни Боровое столб пламенем поднялся на несколько десятков метров. Специалисты перекрыли участок газовода протяженностью 16 километров и переключили подачу на резервную схему. В 6.55 по Москве горение ликвидировали. Причину ЧП предстоит установить. В Челябинске три четверти маршруток заменят на автобусы большого класса. Произойдет это в рамках транспортной реформы к 2024 году. Сегодня агномерацию Челябинск-Копейский Сосновский район обслуживает 1200 маршрутных такси. В течение трех лет их останется всего 300. Впрочем, полностью убрать с дорог автобусы малого класса не получится. Это связано с небольшим пассажиропотоком на некоторых маршрутах. Общественный транспорт малого класса останется только в отдельных территориях города, где использовать большой нецелесообразно. В Челябинске площадку перед юностью благоустроит московская фирма «Арсак». Работы обойдутся бюджету в 22,5 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен выполнить демонтажные земляные работы, реконструировать ливневую канализацию, обустроить проезды, а также выложить тротуарную плитку и террасную доску. Перед дворцом спорта появится велодорожка и детская площадка с безопасным покрытием. Администрация Центрального района уже отыграла аукцион на озеленение территории. Впереди конкурсы на установку малых архитектурных форм и освещения. Челябинский аэропорт восстановил работу сегодня в час ночи. Во вторник аэровокзал не мог принимать и отправлять самолеты из-за сильного снегопада. Уборочная техника пыталась расчистить взлетную полосу, но из-за теплой погоды и высокой влажности она быстро покрывалась коркой льда. Из-за метеоусловий на аэродроме не стали применять и антигололедные реагенты. Аэропорт закрыли накануне в 11 часов утра, принимать самолет он начал только сегодня в 4 утра. При этом ночевать в терминале никому не пришлось, авиакомпании заранее повестили пассажиров о переносе рейсов. На расчистку Челябинска от снега сегодня вышли более 200 машин и 355 рабочих. Еще 20 единиц техники и 800 дворников вывели на улицы управляющей компании. Ближе к ночи в городе ожидается похолодание, поэтому подрядчики для предотвращения гололеда и наката будут использовать реагенты. Впрочем, их объем строго регламентирован. Все участки согласуются с Комитетом дорожного хозяйства. Еще 200 единиц снегоуборочной техники сегодня работают в области на дорогах регионального значения. Кроме снега его выпало в среднем 15 сантиметров. Югу региона достался ледяной дождь. В Челябинском образовательном центре «Ньютон» прошел открытый урок в рамках цифровой школы учи.ру. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт приняла в нем участие и выполнила задание по английскому языку. О том, чем полезна платформа и сколько учреждений уже используют новые технологии, расскажем. Сегодня мы с вами присутствуем в школе, которая выбрала для использования нашей образовательной платформы самый эффективный инновационный способ – это регулярное использование нашей образовательной платформы в академии урок. Математика, программирование и английский язык. По этим предметам в образовательном центре «Ньютон» регулярно используют новые технологии в рамках проекта «Цифровая школа». Создатель – платформа «Учи.ру», которой пользуются почти 104 тысячи учеников со всей страны, в том числе из Челябинской области. Перед нами стояла планка 20%. В итоге у нас на сегодняшний день 436 образовательных организаций, это больше 50%, очень активно включились в цифровой образовательный контент. Это общая статистика по региону. В лидерах по районам в основном малонаселенные территории. Это сельские районы, которые нам дают достаточно высокий уровень подключения. И это свидетельство того, что, имея, может быть, меньшие ресурсы вдали от мегаполиса, педагоги стараются максимально дать детям возможность использования цифрового контента. Ирина Гехт проверила качество цифрового образования на открытом уроке по английскому языку. Когда ты учил немецкий, но на уроке по английскому. Пока одна часть класса работает с учителем, другая занимается на компьютере. Через некоторое время дети меняются местами. На экране понятный интерфейс и знания в игровой форме. Главная особенность такого подхода к учебе – результат цифровой работы виден родителям. Что они видят? По каким предметам занимается ученик, разным цветом, в какие дни, какие карточки проходят, сколько времени затрачено. И процесс статистика, то есть по какому предмету, за какой уровень. То есть даже по английскому мы что-то выполняли за шестой класс. Повышается мотивация ребенка, повышается заинтересованность родителей в учебном процессе. Но и главное – это на самом деле очень хороший инструмент для работы учителя, где он видит и прогресс ребенка, где он может составить индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с уровнем знаний ребенка. С помощью цифровой школы учитель видит систематизированные данные детей, успеваемость, количество выполненных заданий и трудности по той или иной теме. Новшество быстро прижилось в образовательном центре. Цифровая школа, она в этом году только дала свой старт. И в качестве апробации два учителя нашей школы начали работать на этой платформе. Достаточно успешно. И сейчас, конечно, мы будем думать о том, как уже большее количество учителей вовлечь, работать с детьми на этой платформе именно на уроке. В планах УЧИРУ – увеличение количества учеников и создание единого инструмента для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Иван Наконичный, Илья Капелин, Урал-1. Двум пациенткам Челябинской областной клинической больницы помогли победить рак крови. В регионе впервые провели пересадку стволовых клеток. Сложнейшая процедура трансплантации стволовых клеток – уникальный шанс для пациентов с лимфомой вернуться к полноценной жизни. Ценный компонент получают из крови больного. Затем, после курса химиотерапии, размороженные стволовые клетки возвращают в организм. Процесс заморозки происходит на специальном оборудовании, которое предназначено для того, чтобы очень плавно, постепенно замораживать и позволяет сохранить мембраны клеток, для того, чтобы они при разморозке не разрушились. Диагноз лимфомы Людмиле поставили в ноябре 2020 года. Девушка признается, сначала страшная новость повергла в шок. Но, будучи медиком, Людмила понимала – единственный выход – это лечение. На экспериментальную процедуру согласилась сразу. Ну, сама процедура, она безболезненная, банальное переливание крови. Вот, только, конечно, определенные этапы подготовки, лечения и, ну, свои особенности есть. А так, сама процедура безболезненная, доктора, все рядом, техника, определенные манипуляции, то есть, все хорошо. Процедура занимает от 4 до 6 часов. Поскольку пациент является донором для самого себя, последствия и отражения исключены. В безиммуном организме клетки начинают формировать новый иммунитет. И страшный диагноз остается позади. За этот год врачам удалось подарить вторую жизнь трем пациентам Чокобе. А в 2022-м это число планируют увеличить до 10. Наталья Шмухметова, Виктор Щелков, Урал-1. В Челябинске подопечных палеотивного центра поздравили Дед Мороз и Снегурочка. В отличие от ровесников, они зачастую не могут отправиться на елку. Поэтому праздник приходит к ним сам. Домой к 7-летнему Тимофею сегодня пришла новогодняя сказка. Большой бурый мишка привел с собой главных зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку. Хочешь, я угадаю, как тебя зовут? Дед Мороз. Тимофей. Правильно? Правильно, Дед Мороз. О диагнозе Тимофея Канки его мама узнала только в родзале. Говорит, поначалу было сложно, но за 7 лет научилась жить с солнечным сыном. Тимофей выступает на сцене вместе с другими особенными детьми. Занимается спортивной гимнастикой. Каждый год он с нетерпением ждет подарков от Деда Мороза. Но сегодня волонтерам на пороге удивилась даже мама. Мы даже не ожидали, что придет только Дед Мороз со Снегурочкой. Ребенок очень обрадовался. И даже я. Спасибо большое организации. А Дед Мороз со своей свитой спешит по другому адресу. Здесь его ждут близняшки – сестры Потехины. Дед Мороз! Дед Мороз! О-о-о! Вот вы где! Сука, ну, о-о-о! Заходите, трогайте! Строгайте, кричите! Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! На самом деле девчонок в этой семье три. Но третья в момент визита Деда Мороза в больнице. Получает спасительную инъекцию спинразы. У двух тройняшек оказался сложный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Они благодаря этому жизнеспасающему лекарству прекрасно себя чувствуют и ходят, стараются бегать. Мы занимаемся, у нас есть спортивная комната, мы там упражнения делаем практически каждый день. И восстанавливаем силы, становимся спортсменами, да? Все эти девчонки и мальчишки – дети палеоативной службы Челябинска. Но живут они не в больнице, а дома. Сегодня их поздравляют добровольцы волонтерского центра РМК. Дарят рюкзачки с игрушками, раскрасками, сладостями. И праздничные продуктовые наборы родителям. В этом году мы решили продолжить наш проект «Чудо уже здесь». Мы все искренне надеемся, что с настоящим чудом станет приезд в каждую палеоативную семью Деда Мороза со Снегурочкой, которые подарят подарки тем деткам, которым сложно выйти из дома. Новогоднюю сказку добровольцы волонтерского центра подарят полутора сотням детей. В Челябинске, Копейске, Кыштыме и еще шести городах Южного Урала. Поздравлять семьи волонтеры будут все зимние праздники. Иван Наконечин, Александр Мыльников, Виктор Щелков, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой продолжит выпуск. Челябинским семьям проиндексируют материнский капитал. Сумма увеличится с 1 февраля следующего года на реальный уровень инфляции 2021 года. Индексация будет проходить ежегодно по тому же принципу. Пересчитывать будут и оставшуюся часть маткапитала. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Сегодня материнский капитал составляет 483 881 рубль за первого ребенка и 639 431 за второго ребенка и последующих детей. В Челябинской области в 2022 году появится 123 современных общественных пространства. Их обустроят в рамках проекта формирования комфортной городской среды. По этой же программе приведут в порядок 136 дворов. По данным областного Минстроя, самые крупные проекты благоустройства будут реализованы в пяти городах. В Челябинске это территория у дворца спорта «Юность». В Златоусте парк «Дворцовый» в Магнитогорске преображение ждет сквер трех поколений. Две улицы «Спортивную» и «Победы» благоустроят в Южноуральске, а в Каштыме – набережную реки. Челябинских туристов просят сообщать о своих планах спасателям. По закону путешественники должны проинформировать службы МЧС за 10 рабочих дней до выхода в леса и горы. Заявку можно подать онлайн на сайте. В ней указать состав и количество участников, контактные телефоны, информацию о маршруте. По рекомендации МЧС с собой нужно взять карту, местности, аптечку, средства связи, сигнальные средства и осветительные приборы, спички, теплую одежду и запас продуктов. С группой ранее обсуждается время для ежесуточной связи. Если туристы не отвечают, МЧС выдвигается на поиски. В Челябинске стартовала продажа билетов на неделю «Звезд хоккея-2022». Пока они доступны только держателям карт «Мастеркард». После 27 декабря откроются для всех желающих. Билеты можно приобрести на матч «Звезд» ЖХЛ, кубок вызова МХЛ, мастер-шоу и матч «Звезд» КХЛ-2022. Цены от 100 рублей до 3000. Зрителям нужен QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде, а также паспорт. Для детей и подростков никаких документов не требуется, а неделя «Звезд хоккея» откроется 8 января, матчем «Звезд» женской хоккейной лиги. На нем выступят южноуральские хоккеистки «Белых медведиц» Милена Третьяк и Татьяна Шаталова. До праздничного боя курантов чуть меньше двух недель. Соответственно, все меньше времени остается для того, чтобы подобрать наряд для главной ночи года. Как найти такую вещь, в которой можно будет выглядеть ослепительно, узнал наш самый любопытный корреспондент. Новый год, пожалуй, для всех самый любимый и волшебный праздник. В чем его встречать, спросите вы. Сегодня я приехал в один из торговых центров Челябинска, чтобы подобрать наряд для главной ночи года. А поможет мне в этом супердизайнер, комсомолка, спортсменка, ну и просто красавица Мария Чубаева. Идем. Мария, Новый год не за горами, а с чего нужно начать подготовку к Новому году? Чубаева Мария – дизайнер, основатель бренда одежды для элегантных и успешных девушек и женщин, которые разделяют страсть к оригинальному взгляду на модные тенденции. Новый год у нас не за горами, а значит, нужно уже подумать, в чем мы будем встречать Новый год. Как подобрать новогодний образ, чтобы это было красиво, стильно и, самое главное, волшебно? Ну, подчеркнуть свою индивидуальность в первую очередь. Бахрома, пайетки, бриллианты – это сейчас мудно? Это тренд, да, сезона. Объемные рукава, фуксия, пайетки. Также идет декор серебро и золото. Платье асимметрично, рукав. То есть это не все лучшее сразу, это все умеренно, это все красиво? Это все дозировано и все в тренде. Разнообразие нарядов. При нами жакет, который просто в тренде. Как раз вы видите акцент серебра. Не слишком вульгарно смотрится? Нет, это прям писк. Здесь как раз пуговицы серебро идет акцент, погоны. То, что очень актуально в этом сезоне и белый цвет. Прекрасно дополнит новогодний образ. Также представлен жакет в красивом, таком глубоко синем оттенке. Также мы видим декор серебро. Это тренд сезона. Нужно быть модным или стильным в наше время? В наше время мода меняется каждый сезон. А стиль – это то, что подчеркивает нашу индивидуальность. Поэтому разные модные нюансы нужно очень дозированно добавлять в свой гардероб. Но я всегда вдохновляюсь музыкой, на самом деле. У меня первое образование – музыкальная школа по классу аккордеон. Поэтому прежде чем еще сделать какой-то показ, либо нарисовать коллекцию, я всегда выбираю произведения музыкальные. А какие это произведения? Классика, классика. Ну вот как раз более лаконичный, сдержанный образ для новогодней ночи. Красивый фуксий оттенок – это тренд тоже сезона. Какие чаще всего ошибки девушки допускают при выборе своего образа? Каждый образ на ошибках нужно грамотно дополнить макияжем, обувью и аксессуарами. Сейчас мы данный комплект как раз примерим на героине и посмотрим уже на ней. Модель в образе? Рассказывайте. Да, мы Дарье подобрали более лаконичный, сдержанный образ для новогодней ночи. Сейчас мы примерим следующий наряд. В золоте также тренд этого сезона. Расскажный образ. Да, как раз для новогодней ночи. Это платье кокон. Тоже прослеживается у нас золото-серебром. Очень красиво подчеркивает фигуру. Тоже тренд новогодней ночи. Дарья, примерим следующий третий образ. Горох сейчас в тренде? Да, это тоже тренд этого года на всех показах. Костюм, платье. Горох к нам вернулся, чему мы очень рады. Платье из шелка. Очень красиво, нежно расцветки, как с фильма «Красотка» Дарья. Следующий вариант новогоднего наряда. Тоже тренд, это цвет голубой. Кстати, по именно восточному календарю очень актуальный. И также декор идет с серебром. И заключительный образ дарит для вас. Черный, не слишком мрачный. Новогодний все-таки. Классика, это классика. Здесь присутствуют пайетки, и мы как раз подчеркнем достоинства нашей героини. Дарья, у нас очень изящно выглядит. Пайетки, все очень модно, все очень стильно, а главное празднично. Классика. Черный, пайетки, подчеркивает фигуру. Все достоинства нашей героини. Мария, ну как Новый год встретишь, так его и проведешь. Новогодний образ подобрали, теперь можно смело отправляться праздновать его. Всех телезрителей мы поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем найти каждому свой стиль. Берегите себя. Постоянное совершенствование без лишнего напряжения. Таков основной принцип работы завода электрооборудования «ИНЕСК». Его директор Дмитрий Грибков, участник нашего уникального проекта «Лидеры ЧЕ» ТОП-20. Я учился на инженера-электрика. Когда я выбирал профессию, я не знал, куда пойти. И мне старшие братья говорят, давай-ка на электриков. И когда я стал учиться, я стал понимать, о чем это ведется речь. И мне стало это нравиться. И с тех пор я даже не думал, что что-то изменить. После армии Дмитрий работал электриком, затем главным энергетиком, начальником цеха. Высокое напряжение – это всегда риск, тем более, когда несешь ответственность за подчиненных. И когда я понял, что вот есть такое оборудование электрическое, и где нет напряжения, я понял, о, вот это, ребята, это мое. И тогда я загорелся, и вот стал уже в этом направлении расти больше, изучать. И, соответственно, вылилось в наше предприятие. Наше предприятие занимается производством электрооборудования. Это и это щитовое оборудование, трансформатные подстанции, ячейки. Начиная от 0,4 кВт до 35 кВт сейчас мы освоили. То есть это в простонародье, так сказать, вот каждый знает щиток. Квартирный у каждого есть с автоматиками. Вот начиная от такого маленького щита мы делаем и заканчивая подстанциями, которые питают целые микрорайоны. Ну, все распределение в этом – это наш профиль. Мы существуем с 2012 года. До 2014 года мы потихонечку развивались. Ну, в 2014 году решили добавить еще одно направление – освоить 6-10 кВт, так скажем. Стали с инженерами обсуждать, как это сделать. Стали разрабатывать какие-то ячейки. И буквально в 2015 году увеличили производство свое, производственную мощность, потому что уже не хватало для изготовления новых изделий. С тех пор пошло у нас увеличение. Разрабатывали новые корпуса, новые ячейки, новое оборудование, трансформатные подстанции. Ну, довольно-таки очень много. Причем с тех пор у нас каждый год появляется что-то новое в нашей линейке производимого оборудования. У нас конструкторский отдел, да, в нем сейчас на данный момент 5 инженеров-конструкторов. Вот. Ну, да, я помогаю, чем могу. Эта лампочка у меня с 2015 года уже. Спутник мой. Это мне сотрудники подарили на день рождения. Чем я горжусь? Это нашим коллективом. То есть все очень ответственные ребята, очень дружелюбные, нацелены на результат. Всем очень интересно, такие увлеченные, так скажем, люди. И каждое изделие, которое мы изготавливаем, да, то есть начинаем выращивать его как ребенка, и когда он вырастает в готовые изделия, перед отгрузкой заказчика мы просто восхищаемся тем, что у нас получилось. Наше предприятие чем отличается? Мы иногда разрабатываем конкретное оборудование под конкретного заказчика. То есть у него есть определенные требования, и мы под него изготавливаем то или другое там конструктив, который ему нужно, как он это видит. К тому же такие моменты нам позволяют развиваться, потому что мы видим тенденции рынка, да, что людям нужно, и мы какие-то узлы внедряем потом в постоянной основе на свое оборудование. Дмитрий собирает коллекцию флажков стран, в которых у Инеско есть партнеры. Мы работаем в строительной организации, энергетической организации, энергодобывающей организации, ресурсодобывающей организации, промышленные предприятия. Ну, грубо говоря, везде, где есть электричество, там должно быть наше оборудование. Вот, если из крупных таких заказчиков наших рассказать, это ММК, наше предприятие, да, знаменитое, компания Евраз, русская медная компания. Вот, есть у нас заказчики, которые строители, да, строят аэропорты, то есть наше оборудование стоит в Ордскому аэропорту, в аэропорту Анадаря. Наше оборудование использует такая компания, как Башнефть. Мы работаем с Ордск, с ЮТЭК-компанией. В ближайших планах компании Инеск выпуск зарядных станций для электромобилей. Мультифункционально, то есть они для всех электромобилей должны быть подходить к миру, мы так закладываем. Я всегда, когда езжу в другие города или в отпуск куда-нибудь, если я увидел, где-то стоит наше оборудование, торсоват, подстанция, там, какой-то щит, даже жена уже меня просто не трогает, она увидела, что я увидел такое изделие. Она меня отпускает, и минут 15-20 это мои, которые я просто изучаю это оборудование. Во-первых, я всегда подсматриваю, как там сделано, и что-то сделано по-другому, и всегда сравниваю, лучше это или хуже. То есть, и если там что-то лучшее, мне больше нравится, чем мы делаем на данный момент, я просто стараюсь перенимать, переезжаю и говорю, ребята, давайте делаем вот так, вот так будет по симпатичнику. Постоянное самосовершенствование без лишнего напряжения. Таков главный принцип работы компании «ИНЕСК». Основная миссия – это стать эталоном качественного электрооборудования на рынке Российской Федерации. Создать такую компанию, на которую ориентировались. И это все на сегодня. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Увидимся на «Урал-1». До свидания. Одежда ведущих предоставлена сетью магазинов «Зарина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова